Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное естественно. Кто-то начал летать на собрании нашего гостя. Человек вылетел из двери, а он говорит, что мы еще ничего не видели. Вы готовы к таким чудесам? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Андрея, вашим наставником была женщина, которая уже на небе, и она была у нас на передаче. Это Джилл Остин. Она была известна тем, что горела, тем, чтобы люди переживали встречу с Богом. Она просто говорила, дорогой Дух Святой, приди, мы ожидаем тебя. И знаете что? Дух Святой обязательно приходил. Каждый раз. Вы много раз видели ее саму? Видели ее в действии? Так расскажите же нам хотя бы несколько случаев, связанных с ней, с этой великой женщиной. О, их было так много. Однажды на одно из собраний Джилл пришел юношем, который вел разгульный образ жизни. Друзья спросили его, не боится ли он идти на собрания? А он ответил, нет. Я ходил и на Боба Джонса, и на Пола Кейна, и со мной никогда ничего не происходило. Никогда ничего не случалось. Когда он вошел в зал, то почувствовал, как кто-то схватил его за талию и сказал, ты же говорил, что с тобой ничего не происходит. А потом бросил его на пол. Итак, он три часа боролся с ангелом. Он пытался отползти, а кто-то будто бы тащил его назад. Простите, что перебиваю вас. Скептики, а вы когда-нибудь слышали о том, как Иаков боролся с ангелом? Это, кстати, есть в Библии. Продолжайте, Андре, пожалуйста. Это радикально изменило его жизнь. Он стал миссионером и сегодня служит в Мексике. А вы скажете, зачем Богу делать такое? Потому что это радикально изменило его жизнь. Теперь это человек в служении. Андре, Джилл Остин молилась за вас, чтобы передать вам свою силу. А что она говорила во время молитвы? Она сказала, что из всех ее духовных детей, я больше всего похож на нее в том, как я действую. Да, я хочу видеть, как Бог касается людей, и они переживают радикальную встречу с Ним. Недостаточно просто ходить в церковь. Если вы будете просто приходить и сидеть там, то в чем смысл? Бог желает встречаться с людьми и проявляться в их жизни. Я понимаю, что Бог вездесущий, и Он всегда и везде, но реальность такова, что Его сверхъестественное присутствие проявляется не всегда. Я говорю о том, что сказано во второй книге про Липоменом, пятой главе, где появилось облако славы, и священники не могли стоять, потому что пришел сам Бог. Итак, на одно из ваших собраний пришел атеист. Когда-то я делал молодежные лагеря в горах возле Сиэтла. Вы знаете, что в лагеря родители отправляют своих детей с надеждой, что Бог коснется их. Иногда это очень сложно, потому что дети бунтуют. И тут приехал один парень, и он думал, Бог, если ты реален, то сделай так, чтобы сегодня кто-то летал на том же собрании. Был мальчик со специальным корсетом, потому что недавно ему делали операцию на мозге. И когда они стояли, он буквально оторвался от земли. И это все видели. Я читал в Библии о том, как Гидеон расстилал шерсть, но тут Гидеон даже не знал, где шерсть. Он вылетел в коридор, а потом через дверь и вылетел на парковку и приземлился на снегу. Думаю, не нужно вам говорить, что атеист больше не атеист. Он удивился, а потом изменился, раз и навсегда. Снова обращаюсь к скептикам. Я читал книги о первых христианах, и это не было чем-то совсем уж уникальным. Да, многие первые верующие летали. Об этом даже есть целая книга, но если не брать в внимание их опыт, то как насчет Библии? Вы помните Илью? А Иисуса, помните? Все они определенно летали. Я думаю, что это может даже стать распространенным явлением, когда слава сойдет на нас. Ведь с Богом еще и не такое возможно. Вы согласны? Да, я тоже в это верю. Я считаю, что мы еще ничего не видели. Мы видели лишь верхушку айсберга. А большая часть айсберга остается под водой. Я верю, что айсберг начнет подниматься, и мы увидим движение Бога, потому что нам это нужно. Люди нуждаются в этом. Поэтому они обращаются к медиумам и гадалкам, которые заполонили наши телевизоры. Они хотят пережить встречу с чем-то, что больше их самих. А у нас, у церкви, я имею в виду, внутри есть нечто величайшее. Это Дух Святой. Та же слава, что была когда-то в ковчеге Завета. Сейчас она обитает внутри нас, и нам нужно выпускать ее. Потому что Бог любит прикасаться к людям и творить невероятные вещи. Такие, например, как полет, о котором мы слышали. Пока вы говорили, я кое-что вспомнил. Многие этого не знают, но в Израиле, когда молодые люди заканчивают службу в армии, они берут небольшой отпуск и отправляются в ближайшие страны к различным гуру и мистикам. Но почему же так? Если мы не будем показывать им что-то настоящее, то они согласятся на дешевую подделку. Пора и нам, верующим, начать показывать что-то настоящее. А вы согласны? Пора, чтобы сверхъестественное стало нормой. Когда Андре говорит о помазании прорыва, люди сразу же начинают каяться в своих грехах, и они начинают так сильно жаждать Бога. Это жажды по Богу. Есть ключ к проявлению славы. А вы жаждете этой славы? Если да, вы ее обязательно получите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Андре, меня так впечатляет, когда вы учите и демонстрируете помазание прорыва. В чем же цель этого помазания прорыва? Это помазание приносит прорыв. Если вы застрели в чем-то, то выйдете из этого. Если вам нужно исцеление, то вы исцеляетесь. Оно убирает с пути все те вещи, которые блокируют действия Бога в вашей жизни. Приходит прорыв и сметает все это с пути, и вы переживаете Бога так, как никогда раньше до этого. Я искренне верю, что любой настоящий верующий хочет двигаться дальше в Боге. Но часто что-то им мешает. То есть это помазание, о котором вы говорите, разрушает все это? Да, приходит прорыв. Бывает так, что темные силы в определенных регионах просто не допускают прорыва. Но когда приходит это помазание, они уходят с его пути. Внезапно люди будто бы прозревают, и даже те, кто не верят в Иисуса, начинают говорить «Ничего себе!» Они понимают, что Бог реален. Я верю, что таких случаев будет все больше и больше. Как было с Чарльзом Финни. Он ехал в поезде, а все на вокзале и в поезде начали падать и кричать, что нам сделать, чтобы спастись. Это никак не связано с Чарльзом Финни. Это работа помазания прорыва, которая действовала вокруг него. То же помазание, доступное и нам. Когда люди идут на небо, они не берут с собой свое помазание. Оно им там не нужно. Они ждут, пока кто-то здесь скажет, «Вот я, Господи, пошли меня!» Так же, как говорил Исаия, Бог ищет людей, которые готовы платить цену. Спасение бесплатно. Но помазание чего-то мне и вам стоило и стоит. Если вы готовы заплатить эту цену, то Бог говорит, «На, просто возьми это, и сейчас то самое время взять его». Я знаю, что Джилл Остин пророчествовала о том, что что-то должно произойти внезапно. О чем речь? То, чем она жила, внезапно распространится по земле. Джилл ушла на небо, и после ее смерти мне приснился сон. Во сне я вошел в комнату, а Джилл сидела в уголке. Я говорил с ней, а она не реагировала. И я подумал, «Может, мне следует сменить тему?» Я начал рассказывать ей о другом своем сне, и вдруг она повернулась и сказала, «Андре, то, ради чего я жила, внезапно распространится, и неважно, через кого это придет». Когда я проснулся, то четко понимал, о чем она говорила. Я понимал, что речь не обо мне, а о том, что Бог желает излить на церковь. Я знал, ради чего жила Джилла. Ради того, чтобы у людей были радикальные встречи с Богом, перемены в их жизни, чтобы люди двигались во славе, и чтобы Иисус получил награду за все свои страдания на этой земле. Андре, вы рассказывали, что Дух Святой выступает против наших врагов, и у вас есть местописание об этом. Да, Библия говорит, «Если враг придет, как река, дуновение, Дух Господа прогонит его». А мне нравится говорить так, «Если враг придет, Дух Божий, как река, прогонит его». Мы читаем, что Дух Божий — наш помощник, и он всегда рядом. Но многие теологи, глядя на этот стих, говорят о безумии Святого Духа. То есть, если что-то нападает на вас, он как безумный, уж простите меня за это слово, нападает в ответ, он атакует. Все, что атакует вас, атакует каждого. Значит, важно иметь отношение со Святым Духом. О да, он мой друг. Я люблю его. Это не просто Отец, Сын и что-то еще. Нет, это Отец, Сын и Дух Святой. Он желает иметь отношение с нами. Он желает знакомить нас с Иисусом, давать нам более глубокие откровения о Нем. Нам нужен Дух Божий и отношение с Ним. Через Него Бог, Бог-Отец, может сделать на земле все, что Он задумал. И знаете что? Бог использует обыкновенных людей, как мы с вами. Он смотрит, открыто ли вы для Его использования. Помазание прорыва, как мы уже говорили, убирает все, все барьеры на пути Божьей славы. Все, что мешает вам, слышать голос Божий. Когда Андре поклоняется, помазание прорыва тут как тут. Так что готовьтесь. Дальше вас ожидает поклонение вместе с Андре. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Андре, вы рассказали мне нечто невероятное о человеческом ДНК и о музыке. Пожалуйста, теперь расскажите всем о том, что вы рассказали мне. Ученые взяли нашу ДНК, растянули, разделили и перевели на ноты. Оказалось, что в нашей ДНК записана песня. Я верю, когда играет пророческая песня или поклонение, они начинают разжигать то, что Бог поместил внутри нас. И происходит духовное воспламенение, которое меняет нашу жизнь. Оно приводит нас к еще большей близости с Иисусом и дает нам все, что нам нужно. Я даю вам полную свободу. Я хочу, чтобы вы забыли о нас и поклонялись Богу. Всеми фибрами своей души. Я верю, что во время вашего поклонения придет помазание прорыва. И любой мусор, который отделяет вас от вашей судьбы, будет уничтожен раз и навсегда. Наружу выйдет ваше истинное ДНК в Боге. Итак, Андре, начинайте поклоняться. Отец, я высвобождаю огонь Божий во имя Иисуса. Я высвобождаю помазание прорыва. Господь, разрушай все, что мешает нам двигаться вперед. Огонь помазания. Обжигающий дух, приди сейчас. Сейчас во имя Господа Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вижу, что вы на одной стороне, а между вами и той стороной, где вы должны быть, глубокая пропасть. Я вижу, как Господь берет и переносит вас на другую сторону. Господь желает, чтобы вы знали, что ваш прорыв не грядет, а Он уже здесь, уже с вами. Начните благодарить Его за то, что ваш прорыв уже наступил. Вот как вы познаете Бога на личном опыте. Повторите за мной то, о чем я буду молиться сейчас. Говорите это вслух. Бог, дорогой Бог, я совершил много ошибок, и мне так жаль. Жаль за все эти ошибки. Я верю, что твоя кровь смывает все эти ошибки, будто бы я никогда их и не совершал. Теперь я чист и свободен. И теперь, когда я чист, я прошу тебя, Иисус, войди в мое сердце и живи в нем. Будь моим другом. Будь всем для меня. Я смело провозглашаю, что ты мой Господь. Отныне и вовеки. На всю жизнь ты со мною. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Нужно искать Иисуса. Не бойся и не волнуйся, и тогда дьявол уйдет. И если ты будешь говорить к Нему, как женщина Божья, то Он послушается, потому что у Него не будет выбора. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно». Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении «Всемирного молитвенного сообщества» вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ, теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN – это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим Отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт.